Топ! Наверное, только поэтому судьи отдадут ему победу во втором раунде. Ну вот, Юсик пошел вперед. Очень громко советует своему боксеру. Сейчас Shoals Кормургу И ещё раз! Отое бедное, есо... Удавнала, удавнала! Есо, ес, ес... Есо, ес... Есо, ес... Жива-я... Есо, ес... Утопа, ясь... но никак не начнется бой подбадривает до сечения скажу вам честно если говорить про эту категорию про тесовую категорию в россии наверное ну как минимум 15 это и больше того веса и практически все намного но у них не одно поражение это говорит о том что и потому что российские промоутеры плотно ведут и делают лист рекорд своему сопернику потому что есть конкуренция и в россии со спортсменами из стран снг а здесь конкуренция кэша есть но промоутеров этого финского спортсмена делает ему серьезный протеже вот наверное это первый серьезный тренинг такой равный давайте посмотрим высоко миков с кем он дрался последний бой 8 раундов и поражение внутри ничьи это говорит о том что это все ручьи не бьющи первую очередь ну да то есть он не опасно а первый бой ну первый бой всегда бывает с андердогом но вот здесь тибор рафаэл был высотой у которого шесть побед 34 порога ну на первый бой четвертый раунд вот таких бояк судим очень сложно считать очки и бывают разногласия кроме победа в таком бою определяется неногласным решением судить правила разно разногласия вот таким был финский спортсмен вот так как бокс английского спорта поэтому как правило если в ринге боксеры иностранцы все говорится только на английском неплохо вот сейчас самый момент и самую другому немножко надавить поддавить поднять центре вот такая такой пик начинается где-то вот примерно в середине и под конец четвертого раунда и в пятом уже примерно все становится ясно но они ничего с толком не делают на дальней дистанции пытаются ну да если кто-то сейчас не начнет то так это будет протянется как говорят боксеры вода без колыханий только какая-то случайность может помочь кому или другому ну вот такие зрители болеют за своего подбадривают хлопают в ладоши но это нисколько не подгоняет боксера и все неплохо и стойка правильная и удары поставленные и довольно таки скорость хорошая самая пожалуй главный минус это то что нет агрессии такой скрытой агрессии не идти на пролом а готовить атаку и четко проводить ее и ну да да этот раунд будет за ним хорошая концовка вот так вот целый раунд почему не делал в конце чуть-чуть повозился и заработал себе очко даже разбил нос испанца ну и сразу как первые потери рассечения устроила разбит нос удары ну хочу подметить что впереди еще уфина есть минус агрессии техники особенно с удара с ударом правой руки он как-то заходит заходит бьет нога должна оставаться на земле удар будет сильным а у него она поднимается он переступает поэтому удар пусть и будет чуть длиннее но он никакой силы не несет а а а а Пятый раунд. Половина боя позади. Пожалуй, впереди местный спортсмен. Он неплохо провел окончание последних раундов. И заработал себе галочку со стороны судей. Бокс здесь любит. Но особо удающихся боксеров здесь нет. Ну вот Роберт Ириневич, который будет сегодня драться за несколько титулов с замечательным дарителем. Пожалуй, сейчас он яркий спортсмен. Да, действительно он талантливый, хороший человек. И, что не похоже на Фина, он агрессивный. Да. Он держит соперника на мышке, не отпускает его с утюгом. Ну, мы помним его последний бой с Сергеем Лиховичем, да? И Белоруссом, который живет в Америке, который был уже чемпионом мира. Недолго, правда, но завоевывал этот титул. И в последнем бою, конечно, Лихович просто доминировал. Да, кровь течет все больше и больше. Это мешает дышать носом. Поэтому... Лихович вообще не может подойти на свою дистанцию, чтобы что-то потом издали выбрасывали туда. Они оба не могут подойти. Нет, ну, в коем случае иногда получается, что-то иногда. Вот, буквально две-три таких атаки, раунд за собой. Ну, да, вот, наконец-то, реваншируется. Подняли темп, и тут и другой, стало интереснее. И за чем-то взял и отошел, посмотрите. Провел атаку, и снова ушел на середину ринга. Этого не нужно делать. Вообще, в ринге у боксеров высокого класса борьба идет за каждый миллиметр. Территория. Да, не такой же большая площадь. Здесь действительно... Разно каждые пять. Здесь просто спортсмены. Спасла спортсмена. Спасла спортсмена. Спасла спортсмена. Спасла спортсмена. Дорчинян выиграл при полной поддержке зрителей, соответственно, вне шага берется в США. Это прям большой вечер, потому что не Акбега был в игре, а Дорчинян. Вечер проводит компания Далахоэ, голдовый бой промоушен. При этом Дорчинян заявил недавно в одном из интервьюстов, что не хочет попробовать себя в ММА. Он в силу у меня есть, я парень крепкий. Могу, наверное, без правил поучаствовать. Да я думаю, что у него все получится. Уникальный спортсмен, уникальный человек, который поменял уже несколько стран проживания. Он даже выступает в любителях за несколько сборных. И Армении, и Украине, и Украине. А потом в итоге остался в Австралии. После олимпийских игр. Слишком сильно отходит. Испанец пошел вперед. Да он так и продолжает вперёд, все до дистанции, выбрасывает удары. Он постоянно отходит, посмотрите. Подходит, отходит, подходит, отходит. Он не может упереться в ринг. Вот видите, подошёл, отошёл. А теперь нужно снова подходить, потому что занимает время и энергию. Он опять заходит, всякая привычка у него. Сейчас мы слышим, как Соря очень активно помогает своему спортсмену. Требует, требует, да, чтобы он пошёл вперёд. Но он преневрегает. Ну, в принципе, что он и делает. Если первый раунд, он просто так двигался, а сейчас более активен. Это как раз про то, что мы говорим. Нужна такая болтанка. То сюда, то туда, то снова обратно. Он это делает, Андрей, в центре ринга и тут же прекращает. Если он его хорошо чувствует, хочет побежать, сложно обыграть друг друга, потому что они примерно одного класса. Ну да. Надо просто выигрывать тем, чем ты мог.